Доброе утро! Действий Общероссийского народного фронта стартует сегодня в Москве. В этом году он получил название «Россия, устремленная в будущее» и станет самым масштабным в истории движения. В нем примут участие более 4 тысяч человек. Это активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, федеральные и региональные журналисты. Там будет работать и алтайская делегация. Накануне наша съемочная группа встретилась с сопредседателем регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Мариной Ермоленко и узнала, с какими предложениями они отправились на форум действий. Там вопросы очень разные. И вопросы, касаемые единого государственного экзамена, и вопросы документа оборота, сокращения документа оборота, потому что это одна из основных, ну кроме заработной платы, вопросов, которые поднимают сейчас педагоги. То есть их достаточно много, этих предложений. Ряд предложений, конечно, требует системной длительной работы, мы это понимаем, но не озвучивать их мы не можем. Поэтому самая главная, наверное, задача в этом вопросе, в этом направлении, это непосредственная прямая связь. Если у вас на площадке присутствует сам министр образования или министр здравоохранения, наверное, здесь уже можно не стесняясь говорить и доносить позицию региона. Отметим, форум действий будет проходить два дня. Высока вероятность, что и в этом году его возглавит президент России Владимир Путин. В первый день форума состоятся дискуссии на шести тематических площадках, посвященных вопросам развития экономики, экологии, медицины, развитию территорий и молодежных проектов. Обсуждение путей развития России будет идти в формате мозговых штурмов. Каждый участник площадки сможет озвучить свою идею и высказать мнение относительно тех или иных инициатив. Во второй день на основе результатов мозговых штурмов сформулируют конкретные предложения, которые станут базой для дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и правительством России. Кожевенный завод «Русская кожа Алтай» в Заринске планирует стать главным резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Такой статус дает возможность претендовать на существенные налоговые льготы и преференции. Заринск – один из двух моногородов Алтайского края, получивший статус территории опережающего социально-экономического развития. Кожевенный завод «Русская кожа Алтай» имеет все шансы стать ее главным резидентом. Предприятие планирует ввести в эксплуатацию в конце следующего года. По словам председателя Алтайского краевого законодательного собрания Александра Романенко, Фонд развития моногородов, оценив проект в качестве льготного займа, уже направил на его строительство 640 миллионов рублей. Общая сумма инвестиций составит более полутора миллиарда рублей. Мы сегодня находимся на площадке, наверное, первого предприятия в городе Заринске, которое уже начинает работать и будет запускаться в период организации территории опережающего социально-экономического развития. И сегодня то, о чем Алексей Юрьевич, Иван Иванович, мы действительно уже на практике видим поступление финансовых средств непосредственно из разного уровня бюджета, это в рамках развития моногородов. Кожевенный завод станет единственным предприятием подобного профиля за Уралом. Там будет развиваться производство изделий из кожи, причем с использованием алтайского сыря. Немаловажный факт, что оно признано экологически безопасным. Александр Романенко напомнил, на ближайшей декабрьской сессии АКЗС во втором чтении будет обсуждаться закон, гарантирующий резидентам территории опережающего социально-экономического развития существенные налоговые льготы. Для Заринска это реальный прорыв, это абсолютно задействование всех ближайших районных центров, это новые рабочие места, это стабильность, это новые рынки сбыта, это новое поступление в налогах. И многие сегодня, мы понимаем, что налоговое законодательство, в общем-то, работает очень хорошо, и все понимают, что налоги, облегчение льгот на их присутствие в бюджете производства – это счастье. Поэтому, ну, в буквальном смысле, там налог на имущество, налог на прибыль, освобожденный до пяти лет, ну, это фундаментальные вещи. Кожевенный завод – не единственное предприятие в Заринске, планирующее стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Необходимое для участия в программе расширения производства планирует и другое крупное городское предприятие «Сибирская фанера», которое уже сегодня является одним из лидеров собственного производства в стране. Принятие краевого закона от ОСР станет сигналом для других компаний и организаций. Также включаться в программу – это поможет им активно развивать свой бизнес. Антон Скаль, Владимир Токмаков, Анатолий Фукс. Новости. И в завершении выпуска сегодня, 18 декабря, в России отмечается День работников органов ЗАГС. История этого ведомства началась ровно 100 лет назад. Сегодня, как и тогда, они вносят свой личный вклад в построение правового государства и обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, что в настоящее время имеет приоритетное значение. В этом году мы подготовили фильм, который подробно рассказывает о работе ЗАГСов нашего региона. Его вы можете найти на сайте katun24.ru. Я вам желаю хорошего дня. Оставайтесь с нами.